Великой Степи Они хоронили своих вождей под большими холмами, которые назывались Курганы Древнегреческий историк Геродот назвал этих людей скифами Их земли захватывались кочевыми ордами, шедшими в направлении Римской империи Затем эти земли были заселены славянами Их объединяли некая культура и общий язык Но они были разделены на множество различных племен Викинги Скандинавии, известные на Востоке как Варяги Проплывали протяженные русские реки для дерзких набегов и торговых экспедиций Согласно легенде, восточные славяне попросили варяжского вождя по имени Рюрик Быть их князем и объединить племена Он принял предложение и сделал своей столицей Новгород Его династия Рюриковичи будет править Россией на протяжении семи веков Его люди называли себя Русью и дали название стране Олег, преемник Рюрика, захватывает Киев и делает его столицей нового государства Киевская Русь Спустя столетия, ища более тесных связей с Византией на юге Князь Владимир Великий принимает ее религию и обращает Русь в православие Он до сих пор почитается как человек, который принес христианство народам Руси Ярослав Мудрый кодифицировал законы и завоевал новые земли Его правление отмечается как Золотой век Киевской Руси Это было одно из самых развитых и мощных государств в Европе Но после смерти Ярослава его сыновья начали бороться между собой Киевская Русь распалась на мозаику враждующих княжеств В то же время новая смертельная угроза надвинулась с востока Монгольские орды Чингисхана захватили большую часть Азии Они совершили большой поход через Кавказские горы И разбили киевских князей в битве при Калке Но потом отступили 14 лет спустя монголы вернулись Гигантское войско во главе с Батыем опустошало русские земли Города, оказывавшие сопротивление, были сожжены Их население вырезано Новгород избавился от бедствия, потому что успел признать монголов Его князь Александр Невский затем спас город снова Победив тефтонских рыцарей в битве на льду Чудского озера, ледовом побоище Он остается одним из самых почитаемых героев России Монголы правили землей как завоеватели Их новая империя называлась Золотая Орда Она управлялась ханом из своей ставки в сарае Русские князья были его вассалами, вынужденными платить дань Или терпеть разрушительные карательные набеги Они называли своих угнетателей «татары» и жили под гнетом татарского ига Сын Александра Невского Даниил основал Великое княжество Московское, которое быстро росло в силе В правлении Узбекхана татары приняли ислам Усилившееся Великое княжество Литовское разгромило татар в битве на Синих водах и отвоевало Киев 18 лет спустя Дмитрий Донской, великий князь Москвы, также разбил татар в битве на Куликовом поле После долгих междоусобиц Золотая Орда стала рассыпаться на враждующие ханства Константинополь, столица и последний форпост некогда великой Византийской империи Пал под ударами турок-османов Некоторые стали приветствовать Москву как Третий Рим, центр православной веры После того, как Рим и Константинополь пали Между тем, великие князья московские продолжали расширять свою власть, присоединив Новгород И начали ковать новое общерусское государство На реке Угре, великий князь московский Иван Третий Столкнулся один на один с татарским войском и заставил его отступить Россия окончательно сбросила татарское иго В эпоху великого князя Василия Третьего Москва продолжала увеличиваться в размерах и силе Его сын Иван Четвертый был коронован как первый царь всея Руси Он войдет в историю как Иван Грозный Иван завоевал татарские земли Казани и Астрахани Но потерпел поражение в Ливонской войне со Швецией и Речью Посполитой Реформы Ивана Четвертого начала царствования сменились террором и массовыми казнями Вызванными его неистовой подозрительностью Россия оставалась по-прежнему уязвимой Набеги крымских татар были в состоянии сжечь Москву Как это случилось в 1571 году Но в следующем году русские войска разгромили татар в битве при Молодях к югу от Москвы Казаки жили теперь в Южной степи Свободной области между тремя враждующими государствами Опытные наездники, живущие на южной границе Они обычно вербовались Россией и Польшей для борьбы с татарами в качестве наемников По преданию царевич Иван, сын и наследник Ивана Грозного Пал жертвой одного из приступов отцовской ярости Был убит ударом царского посоха Казацкий атаман Ермак Тимофеевич возглавил русское завоевание Сибири Разбив сибирских татар и подчинив коренные племена На севере был основан Архангельск Единственный русский морской порт, связывающий страну с Западной Европой, котя и замерзающей зимой Ивана Грозного сменил его сын Феодор, умерший бездетным Это был конец династии Рюриковичей Царский приближенный Борис Годунов стал царем Но после его внезапной смерти Его вдова и сын-подросток были зверски убиты А трон был захвачен самозванцем, называющим себя сыном Ивана Грозного Он тоже вскоре был убит Россия погружается в анархию в смутное время Повстанцы и иностранные наемники опустошали землю Население гибло от голода и чумы Польские войска заняли Москву, шведы захватили Новгород Русское государство оказалось на грани исчезновения В 1612 году Россия находилась в состоянии анархии, получившем имя «Смутного времени» Народ терзала война, голод и чума До трети населения погибло Иностранные войска заняли Москву, Смоленск и Новгород Но затем Россия дала отпор Князь Пожарский и купец Кузьма Минин Привели русское ополчение в Москву И изгнали поляков С 2005 года это событие празднуется 4 ноября Как день национального единства России Земский собор Русское всесословное собрание приняло решение об объединении вокруг нового правителя И избрал 16-летнего боярина Михаила Романова следующим царем Его династия будет править Россией 300 лет Царь Михаил отдает территории в обмен на мир Приобретая столь необходимую России передышку Его сын, царь Алексей, составляет новый правовой кодекс Соборное уложение Он превращает всех российских крестьян Примерно 80% населения в крепостных Фактически в рабов Их статус передавался потомству Не предполагая свободы перемещения Или выбора своего хозяина Это была система Которая определяла русский сельский быт В течение следующих 200 лет Глава Русской Православной Церкви Патриарх Никон Провел религиозные реформы Разделившие церковь на официальную И старообрядцев Это разделение продолжается по сей день Запорожские казаки Восставшие против Речи Посполитой Признали царя Алексея Михайловича Своим сувереном Рассчитывая на его военную поддержку Это привело к 13-летней войне Между Россией и Речью Посполитой Россия вышла из нее победителем Вернув Смоленск и взяв под свой контроль Восточную Украину Восстание против царского правительства Во главе с казаком Стенькой Разиным Внесло анархию на юг России Но оно было в итоге подавлено Разин был доставлен в Москву И четвертован на Красной площади Болезненный, но весьма образованный Федор Третий провел много реформ Он отменил местничество Систему, которая распределяла Государственные посты В соответствии с родовитостью, а не заслугами Были символически сожжены Древние книги с записью рангов Но Федор умер в возрасте Всего лишь 20 лет Его сестра Софья стала регентом Управляя от имени младших братьев Царей-соправителей Ивана и Петра После столетий конфликтов Россия и Речь Посполитая Подписали договор о Вечном мире Россия присоединилась к Священной Лиге В войне против Османской империи Софьей также был утвержден Первый в истории договор Между Россией и Китаем Устанавливающий границу Между двумя странами В возрасте 17 лет Петр Первый отобрал власть У своей сводной сестры Софьи Петр стал первым русским правителем Отправившимся за границу Он совершил поездку по Европе В составе Великого посольства Ища союзников для войны России И занимаясь изучением последних разработок В науках и судостроении Война против Турции Была успешно завершена Константинопольским договором Россия получила Азов От вассала Турции Крымского ханства А вместе с ним Плацдарм на берегу Черного моря Петр осуществил массу реформ Стремясь превратить Россию В современное ему Европейское государство Он требовал от русских дворян Одеваться и вести себя Как европейцы Он предписал всем Кто отказывался бриться Платить налог на бороду Петр построил первый русский флот Преобразовал армию и систему управления Поощрял промышленность Торговлю и образование В ходе Великой Северной войны Россия, Польша и Дания Объединились против господствовавшей На Балтийском море Швеции Война началась плохо для России С катастрофического поражения Карлу XII шведскому под Нарвой Но Россия одержала победу Во втором Нарвском сражении Окончательным поражением армии Карла XII Стала Полтавская битва На побережье Балтийского моря Петр завершил строительство Новой столицы Санкт-Петербурга Строительство среди прибрежных болот Будущего главного города России Было замечательным достижением Однако это стоило жизней Многих тысяч крепостных Великая Северная война Закончилась нештатским миром Россия победила Швецию Став новой доминирующей державой На Балтийском море За четыре года до своей смерти Петр был объявлен Петром Великим Отцом Отечества Императором Всероссийским Петру наследовала его жена Екатерина Затем внук Петр II Умерший от оспы В возрасте 14 лет Императрица Анна Иоанновна Дочь царя Ивана V Брата Петра Прославилась пышным декадансом Своего двора И влиянием немецкого фаворита Эрнста Берона В царствовании Анны Витус Беринг Датский мореплаватель На русской службе Предпринял экспедицию Которая открыла побережье Аляски Он также обнаружил Алеутские острова Позже его имя получило море Разделяющее Россию и Америку После смерти Анны Ей наследовал внучатый племянник Младенец Иван VI Который был свергнут Дочерью Петра Елизаветой Иван VI провел всю свою жизнь В заключении Пока в возрасте 23 лет Не был убит своими охранниками Во время неудачной попытки освобождения Елизавета Петровна Прославилась Ветренностью Экстравагантностью И множеством Молодых любовников Но она была способна И к решительному руководству В союзе с Францией И Австрией Елизавета вступила В семилетнюю войну Против короля Пруссии Фридриха Великого Русская армия Нанесла сокрушительное поражение Фридриху В битве при Кунерсдорфе Но не смогла использовать Свою победу В то же время В Петербурге Возводится Зимний дворец Стоивший Огромных расходов Он оставался Главной резиденцией Российских монархов Вплоть до революции 1917 года Наследник Елизаветы Петр III Был внуком Петра Великого От его старшей дочери Анны Петровны Умершей от последствий родов Выросший в Дании Петр III Едва говорил по-русски И восхищался врагом России В Семилетней войне Фридрихом Великим Настолько Что изменил интересам России В конце Семилетней войны Спасая Фридриха От неминуемого поражения Действия Петра III Возмутили многих офицеров Гвардии Он также был предметом Неприязни Своей немецкой супруги Екатерина Совместно Они свергли Петра III Который умер неделю спустя При подозрительных обстоятельствах Его жена Екатерина Стала императрицей России Ее царствование Стало одним из славнейших в истории В начале XVIII века Реформы Петра Направили Россию На путь превращения В Великую Европейскую державу Но только Екатерина Супруга его внука Свергнувшая мужа Чтобы стать императрицей Завершила это превращение Подобно Петру Она вошла в историю Как Великая Екатерина была последователем Идеи французского просвещения И переписывалась С философом Вольтером Она царствовала Как просвещенный монарх С неограниченной властью Пытаясь подстроить ее Под отвлеченные идеалы разума Прогресса и терпимости Екатерина становится Покровительницей наук и искусств Строятся школы И воспитательные дома Основаны Большой театр И Императорская академия художеств Собранная ей коллекция Предметов искусства Легла в основу Всемирно известного музея Эрмитаж Екатерина воодушевила К переселению в Россию Европейцев, готовых делиться И помогла обосноваться на Волге Германским мигрантам Известным как Поволжские немцы Их общины существовали Около 200 лет Пока в ходе сталинской депортации Не были выселены на восток В начале Великой Отечественной войны Царствование Екатерины Отмечено значительным территориальным расширением На юге Россия нанесла поражение Османской империи, захватив новые земли И крепости Керчь и Азов Но затем Екатерина столкнулась с крупным крестьянским восстанием Под предводительством беглого казака Емельяна Пугачева Восставшие взяли множество городов и крепостей Захватили губернский город Казань Но были разбиты регулярными войсками Екатерина ликвидирует Запорожское казачество И аннексирует Крымское ханство Главную язву юга России В течение 300 лет Новоприобретенные русские земли Получили название Новороссии Малонаселенные территории Они были освоены русскими колонистами Под надзором князя Григория Потемкина Екатериненского фаворита Речь Посполитая, ослабленная внутренней войной между партиями С подачи своих соседей России, Австрии и Пруссии Была подвергнута серии разделов В ходе которых львиная доля досталась России Польша не будет воссоздана как независимое государство Вплоть до 1918 года Россия унаследовала от Польши большое еврейское население Которое, согласно указу Екатерины Могло жить только в так называемой черте оседлости Во Франции революция привела к казни короля Людовика XVI Екатерина ужасается этому И в последние годы полностью отказывается От либеральных идей своей молодости Три года спустя Екатерина умирает Завершив одно из самых славных царствований в русской истории Ей наследует сын Павел Одержимый военной дисциплиной и педантизмом Отрицающий достижения матери Россия вступает в коалицию европейских держав Ведущих войну с революционной Францией Фельдмаршал Суворов Один из величайших российских полководцев Осуществляет серию побед над французами в Северной Италии Но более широкая война не удается Между тем реформы Павла I вызывали неприятие у знати и военных И он был убит в дворцовом перевороте Ему наследует 23-летний сын Александр Разделявший взгляды своей бабки Екатерины На желательность модернизации России Его советник, интеллектуал граф Спиранский Успешно реформирует управление и финансы Пока не оказывается в немилости императора Из-за планов либеральной конституции Но основным событием царствования Александра Стала война с Францией Наполеон Бонапарт, объявивший себя французским императором Разбил Россию и ее союзников под Аустерлицем Эйлау и Фридландом Однако в 1807 году в Тильзите Два молодых императора встретились и заключили альянс Россия атаковала Швецию Аннексировала Финляндию И включила ее в состав империи В качестве автономного княжества Но в 1812 году Наполеон вторгся в Россию Возле Бородино Русская и французская армии Столкнулись в гигантской битве Одной из самых кровавых в столетии Наполеон стал формальным победителем битвы Русская армия отступила Но осталась неразбитой Наполеон оккупирует Москву Одновременно город уничтожается пожаром Когда Александр отказывается от мирных переговоров Французская армия была принуждена к отступлению в условиях русской зимы И в ходе этого погибла Наполеону был нанесен смертельный удар И Россия совместно с Пруссией, Австрией и Британией Начали контрнаступление Завершившееся взятием Парижа И отречением Наполеона На Венском конгрессе В качестве победного трофея Александр провозглашается царем Польши Вместе с Австрией и Пруссией Он формирует Священный Союз С целью предотвращения будущих революций в Европе В то же время На Кавказе и Балканах С небольшими перерывами ведутся войны С Османской империей Персией и племенами Кавказа Границы России сдвигаются к югу И включают в себя Бессарабию, Черкесию, Чечню Территорию современных Грузии, Дагестана, Азербайджана и Армении Но народы Северного Кавказа Ожесточенно сопротивлялись русскому правлению Попытки России утвердить свою власть в регионе Привели к кавказским войнам Тяжелому конфликту Тянувшемуся в горах и ущельях На протяжении почти 50 лет Александру наследовал его брат Николай Консервативный и реакционный правитель В эпоху наполеоновских войн Новые идеи распространились Среди некоторых офицеров Строивших планы лучшего общественного устройства Они рассматривали Николая Как препятствие Поэтому первым вызовом Новому императору стал военный мятеж 1825 год Победа над Наполеоном Утвердила Россию в качестве мировой сверхдержавы Но внутри России проникнутые оппозиционностью Светские интеллектуалы и офицеры гвардии Образовали ряд тайных обществ И готовили планы свержения самодержавия в России Когда наследником скончавшегося Александра I Неожиданно стал не следующий по старшинству Константин А младший брат Николай Одно из тайных обществ Использовало замешательство Для приведения в действие военного переворота Но восстание декабристов Названное так позже Было подавлено правительственными войсками А его главари повешены Другие отправлены на вечную каторгу в Сибирь Это было общепринятым приговором для преступников И политических заключенных в царской России Николай I принял новую официальную доктрину Православие, самодержавие и народности Государственную идеологию Согласно которой государство Покоится на трех столпах Православной церкви, царе И русском национальном духе Ясный отказ от идей европейского либерализма На Кавказе пограничные столкновения с Персией Привели к войне, закончившейся полным поражением Персии Туркманчайский договор заставил Персию Уступить все свои территории в регионе И заплатить большую контрибуцию Поддержка Греции в войне за независимость Против Османской империи Вынудила Россию к войне с Османской империей Победа в которой принесла России Дальнейшие приобретения в регионе Черного моря Польское восстание 1830 года Во главе с молодыми офицерами Было подавлено российскими войсками В 1837 году величайший русский поэт Александр Пушкин был смертельно ранен на дуэли Скончавшись два дня спустя Николай I посылает войска На подавление венгерского восстания Против австрийского господства Политика силового подавления революционных и либеральных выступлений в Европе Принесла императору имя «Жандарма Европы» Была открыта первая в России крупная железная дорога Соединившая Петербург и Москву Александр Герцен, ведущий интеллектуал и критик самодержавия в России Эмигрировал в Лондон, где продолжал призывать к реформам у себя на родине Позже он получает славу отца русского социализма Османская империя По распространенному мнению Больной человек Европы Отреагировала на усилившиеся провокации России Объявив войну Черноморский флот нанес сокрушительное поражение туркам В битве при Синопе Англия и Франция Встревоженные российским продвижением на юг И угрозой захвата Константинополя Объявили войну России Союзники высадили десант в Крыму И осадили военно-морской форпост Севастополь Который пал после года изнурительной героической обороны На Балтике англо-французский военный флот Блокировал столицу России Санкт-Петербург Россия была вынуждена подписать унизительный мир Вывести свои войска из Черного моря А также приостановить планы дальнейшей экспансии на юг Николаю Первому наследовал его сын Александр Второй Крымская война вскрыла слабость России Страна заметно отставала от своих европейских соперников В промышленности, инфраструктуре и военной мощи В итоге Александр Второй, в отличие от своего отца Решился на всеохватную реформу Наиболее очевидным признаком отсталости России Было крепостное право По данным переписи 1857 года Более трети россиян были крепостными Вынужденными работать на землях своих хозяев С минимумом прав, ограничениями на передвижение И вечным крепостным статусом, передававшимся их детям В 1861 году Александр Второй отменил крепостное право в России Он вошел в историю как царь-освободитель Однако и после отмены крепостного права Большинство бывших крепостных осталось в зависимости и нищете Реформы Александра Второго были продолжены созданием земств Провинциальных собраний с властью над местными делами В том числе сферой образования и социального обеспечения На Дальнем Востоке Россия вынудила к территориальным уступкам Ослабленную Цинскую империю Что привело к основанию Владивостока Главного Тихоокеанского порта России Еще одно восстание поляков и литовцев против российского правления Был еще раз подавлено русскими войсками На Кавказе долгая и жесткая война местных племен Подошла к концу Завершившись клятвами верности царю Бывших лидеров сопротивления В Центральной Азии Российская империя Планомерно расширяется на юг Русские войска подчинили территории Бухарского Эмирата и Хивинского ханства А в 1880-е годы Россия окончательно завоевала Так называемый Туркестан Сегодня это территории Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении Империалистическое российско-британское соперничество В Центральной Азии привело к большой игре Версии холодной войны 19 века Сосредоточенные в Афганистане дипломаты и шпионы с обеих сторон Пытались приобрести местную поддержку Расширить свое влияние И ограничить своего конкурента Избегая при этом прямого военного столкновения Россия решила продать Аляску Америке За 7,2 миллиона долларов Многие американцы думали тогда Что это была пустая трата денег Золото и нефть были обнаружены там гораздо позже Опубликован роман «Война и мир» Льва Толстого До сих пор рассматривающийся как одно из величайших произведений литературы Вторая половина 19 века стала культурным золотым веком для России Период литературных гениев и выдающихся композиторов Россия вновь встала на поддержку национальных восстаний на Балканах против Османского гнета И вступила в войну с Османской империей еще раз Российские войска перешли Дунай Затем с помощью болгар ввели бои за жизненно важный рубеж Перевал Шибко Затем была кровопролитная пятимесячная осада Плевны в Болгарии Вместе с освобожденными ею народами Россия довершила разгром турецкой армии И остановила войска возле Константинополя Но на Берлинском конгрессе Россия была вынуждена уступить международному давлению И принять ограниченные условия мира Хотя при этом была дана независимость Румынии, Сербии, Черногории и позднее Болгарии Между тем в самой России множатся радикальные политические группировки Культивирующие недовольство ограниченными реформами Александра II Было предпринято несколько неудачных попыток покушения на императора В день, когда царь собирался утвердить начало конституционной реформы Он был убит в Петербурге бомбой, брошенной народовольцами Одной из первых в мире террористических групп Этот невиданный акт насилия приведет лишь к новой эпохе репрессий В 1881 году российский император Александр II был убит леворадикальными террористами в Петербурге Теперь, на месте, где он был смертельно ранен, воздвигнут грандиозный собор Спаса на крови Александр II был реформатором и получил имя «царь-освободитель» за отмену крепостного права Но его сын и наследник Александр III верил, что реформы пробудили опасные процессы внутри России, приведшие его отца к гибели Новый император обещал в своем манифесте укреплять самодержавное правление, заявив «Посреди великой скорби глаз Божий повелевает нам смело взять дело правления с верой в силу и истину самодержавной власти» Царской секретной полиции, так называемой охранке, было приказано внедриться во множество революционных групп Виновных в заговорах против правительства ждало повешение или ссылка в Сибирь Александр III был глубоко религиозен и оказывал особую поддержку православной церкви и русской национальной идентичности Евреи, проживающие в Российской империи, оказались жертвами этой политики Они стали мишенью стихийных погромов после распространения ложных слухов об их причастности к цареубийству Правительство выслало 20 тысяч евреев из Москвы и те, кто мог, стали покидать страну В течение последующих 40 лет около 2 миллионов евреев покинуло Россию, большинство из них эмигрировало в Соединенные Штаты Америки Россия, обеспокоенная возрастающей мощью Германии, заключила союз с Францией, обещавший взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон Сергей Витте был назначен новым российским министром финансов Его реформы способствовали модернизации экономики и стимулировали иностранные инвестиции, в частности, со стороны нового союзника Франции Французские кредиты помогали развивать промышленность и инфраструктуру Начались работы по строительству Транссибирской железнодорожной магистрали Завершенная в 1916-м, она остается самой длинной железной дорогой в мире, протяженностью 9289 километров от Москвы до Владивостока Александру Третьему наследовал его сын Николай Второй Его коронация была омрачена трагедией, когда примерно полторы тысячи человек погибли в давке во время раздачи подарков на Ходынском поле в Москве Китай предоставил России права на военно-морскую базу в Порт-Артуре Когда Китай столкнулся с волнениями, известными как «Восстание боксеров», Россия заняла Маньчжурию, объясняя это защитой Порт-Артура от восставших Это привело Россию к конфликту с Японией, у которой также были планы на Маньчжурию и Корею Япония внезапно атаковала Порт-Артур, затем одержала победу в масштабном и кровопролитном Мукденском сражении Русский Балтийский флот проплыл полмира, чтобы достичь Тихого океана, но был успешно атакован японцами и уничтожен в проливе Цусима России не осталось ничего, кроме подписания унизительного портсмутского мира при посредничестве президента США Теодора Рузвельта В то же время царь столкнулся с другим кризисом практически у себя дома В Петербурге забастовка рабочих переросла в массовую демонстрацию Десятки тысяч протестующих двинулись к Зимнему дворцу для подачи петиции царю с требованием лучших условий труда и политических свобод В ответ войска открыли огонь, убив более ста человек. Кровавое воскресенье привело к новым забастовкам и волнениям, в том числе на флоте Команда броненосца Потемкин сбунтовалась, убив своих офицеров и захватив управление кораблем Чтобы остановить мятеж, Николай II неохотно подписал манифест 17 октября, подготовленный председателем Совета Министров Сергеем Витте Манифест обещал создание законосовещательного органа Думы и политические права, включая свободу слова, и приветствовался большинством партий В основные законы империи были введены поправки, ограничивающие абсолютное самодержавие Впервые царь разделил власть с народным представительством Государственной Думы Хотя он имел право вета относительно любого законопроекта и мог по своему усмотрению распустить Думу в любое время Сергей Витте вскоре утратил царское доверие и был отправлен в отставку Новый глава правительства Петр Столыпин начал с проведения земельной реформы для помощи крестьянству В то же время жестко расправляясь с революционерами Настолько жестко, что вскоре висельная петля получила прозвище Столыпинский галстук Пережив несколько покушений на свою жизнь, Столыпин был застрелен террористом и двойным агентом в Киевской опере В это же время сибирский целитель Григорий Распутин начинает входить в ближний круг императорской семьи Будучи способен облегчать страдания больного гемофилией цесаревича Алексея Невзирая на всплески терроризма, Россия становится самой быстро растущей экономикой Европы Сельское хозяйство и промышленность испытывают экономический подъем Большинство простых россиян остаются верными своему царю Будущее России казалось светлым В 1914 году в Сараево сербский националист совершил убийство австрийского наследника эрцгерцога Франца Фердинанда, вызвавшее общий европейский кризис Когда Австрия объявила войну Сербии, Николай II отдал приказ о военной мобилизации Демонстрируя поддержку братскому славянскому народу Австрийский союзник Германия расценила российскую мобилизацию как угрозу и объявила войну России Взаимосвязь европейских союзов вызвала цепную реакцию И вскоре все крупные державы оказались вовлечены в войну Первая мировая война началась Россию охватила волна патриотической лихорадки Столица Санкт-Петербург была переименована в Петроград ради менее германского звучания Наступление России в Восточной Пруссии закончилось тяжелыми поражениями в Пританенберге и на Мазурских озерах Россия добилась большего успеха в сражениях с Австро-Венгрией Но победы достигались высокой ценой Потери России вынудили ее армию оставить Польшу и отступить В 1916-м предпринятый Россией на Австрийском фронте Брусиловский прорыв Стал одной из главных побед союзников в этой войне Но потери были велики, и российская армия больше не смогла осуществить наступление на фронте В Петрограде Распутин, чье влияние на царскую семью вызывало недовольство, был жестоко убит аристократами Возможно, при помощи британских агентов Война подвергла Россию чрезвычайному напряжению Потери на фронте были значительны В городах безхозяйственность привела к росту цен и нехватке продовольствия В феврале 1917-го в Петрограде недовольство рабочих вызвало новые забастовки и демонстрации Войска, которым было приказано разогнать толпу, отказались это делать и присоединились к восставшим Правительство потеряло контроль над столицей В вагон императорского поезда, остановленного у Пскова, представители Думы и командующие фронтов Телеграфировали императору о необходимости отречься от престола, чтобы Россию не охватила анархия и война не была проиграна Николай II согласился отречься в пользу своего брата, великого князя Михаила, который под нажимом Думы на следующий день отказался от принятия трона до созыва общенационального учредительного собрания 300 лет правления династии Романовых подошли к концу, Россия была объявлена республикой Временное правительство пришло к власти, но не смогло остановить спад экономики и разрешить военный кризис Тем временем рабочие и солдаты создавали собственные органы власти, известные как Советы Петроградский совет был настолько силен, что превратился в фактическое параллельное правительство, а недовольство временным правительством продолжало расти Большевики под руководством Ленина находили все большую поддержку, как и их радикальные требования прекратить войну перераспределить землю и передать всю власть Советам В октябре они совершили переворот, спланированный Львом Троцким Красные отряды штурмом взяли Зимний дворец, где находилось Временное правительство, и арестовали его Ленин и большевики оказались теперь у руля Россия встала на дерзкий и опасный путь Под властью революционной партии с марксистской идеологией Россия станет первым в мире коммунистическим государством Но прежде ей придется пережить хаос и массовую резню одной из самых кровавых гражданских войн в истории Спасибо за просмотр! У нас появилась группа ВКонтакте и Телеграм-канал, ссылки будут в описании Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов А если вам понравилось это видео, пожалуйста подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо!